Три минуты о загородной жизни Это три минуты о загородной жизни Утро на Енисеи Среда Сергей Богацкий И Надежда Семендеева Сергей, я уже оценила все, что мы имеем Обратила внимание на вашу свеклу Какая же она красивая, давайте разговаривать о ней Нет, давайте о ней не будем разговаривать Свекла, конечно, красавица Сделать это у себя на подоконнике может каждый Просто запихнуть в землю свекулочку одну И вырастить зелень на салат Это очень полезно Мы будем сегодня говорить о пересадке хвойников Которые уже появились в наших магазинах И, естественно, я не мог устоять Я уже купил, кое-что пересадил И хочу сейчас рассказать и поделиться, как это сделать правильно Сергей, у вас какая-то мания, кто ему? Мне кажется, у вас вся дача уже в туях А вы еще покупаете и еще покупаете Ну, начнем с того, что туя действительно очень благодарное растение Во-первых, это хвойник зимой и летом одним цветом Во-вторых, из этого можно делать изгороди Из этого можно делать шарики То есть ее можно стричь совершенно хорошо И поэтому я пока еще не могу остановиться Мне их еще, видимо, мало Вот к нам в торговую сеть Они приезжают в таких транспортировочных горшках И вот с таким комом земли Корневая неплохая Ком земли Это не земля Это всего лишь навсего транспортировочный грунт Через границу землю перевозить нельзя Это либо кокосовый субстрат, либо поверхностный торф Корни обязательно надо расплести И знаешь почему? Потому что если мы возьмем вот так Выним из горшка, землю поставим Можно через год вот так достать Оно вот таким комочком и останется Нам нужно корни направить все вниз Для этого нужно корневую распутать Туя в этом плане очень благодарное растение Поэтому мы вот это сейчас сделали И после этого начнем сажать Вот этот субстрат, который мы удалили из этого кома Мы не будем выбрасывать Мы можем его перемешать с землей Мы в этот грунт добавим немного перлита Или вермикулита Для того, чтобы почва стала более дышащей На дно я постелю газету Я даже не буду придумывать никаких дренажей Потому что полтора-два месяца Которая просидит эта туйка в нашем горшке Эта газета сгниет Так, дальше Мы кладем на дно немного почвы Немного утрамбовываем ее А вот дальше, смотри, вот эти длинные корешки Нам нужно постепенно присыпать землей Нам нужно постепенно присыпать землей И немножко нашу тую мы будем углублять Нельзя ни в коем случае углублять корневую шейку растения Поэтому, чтобы оно не погибло Поэтому мы немножко все это притопчем Ну, не бульдозером, конечно И польем Сергей, а когда же, когда же я буду гулять по вашей даче Как по парку Где растут красивые кустарники Туй, большие Ну, когда-нибудь-то это случится Туйя очень быстро растет Она дает прирост Порядка 20 сантиметров в год И заметь еще, посмотри Вот все три растения у меня стоят Они все разные Почему? В магазинах оно продается без названия Оно продается как хвойный микс Это очень плохо, конечно, да Потому что неопытному садоводу непонятно, что это за туя Вот это будет вертикально Это я могу точно сказать Вот это, скорее всего Видишь, она разлапистая такая Скорее всего, ее можно будет стричь шариком А давайте перед тем, как мы попрощаемся со зрителями Напомним, чем хороши туй на участках Чем они могут быть полезны Ну, давай мы не будем просто о туях говорить Мы будем говорить о всех хвойниках Можжевельники, например Выдают очень большое количество фитоцидов в воздух Поэтому, если один гектар в городе заселить с можжевельниками Мы получим абсолютно чистый воздух в городе Поэтому к этому надо прислушаться Если взять у туи, оторвать несколько веток Заварить в кипятке И потом поливать в бане на каменку Вы получите запах клубники Поэтому туя очень благодарное растение Ну что же, обязательно украшайте свои участки И прислушивайтесь к мудрости Сергея Богатского Не к мудрости, а к сэгитам Надежда Сементьяева Сергей Богатский Три минуты о загородной жизни Три минуты о загородной жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok